До лета осталось меньше двух недель и картина за окном с этим фактом ну никак не вяжется. Из сослагаемых уходящей от нас весны мы с вами стали свидетелями перехода к преимущественно плюсовым температурам днем, тайнью снега или дохода. Вот, пожалуй, и все. Только вечно зеленые хвойные добавляют красок в нынешнюю серость. В следующем сюжете мы покажем, каким будет город уже через 2-3 недели. Ярким, пестрым, цветущим. Признаться, глядя на кадры прошлого июня, не верится, что преображение будет таким кардинальным. Но так происходит всегда. И всегда мы удивляемся. Такая она. Короткая северная весна перед чуть более длинным летом. Мой коллега Дмитрий Круковец узнал, какие флористические сюрпризы для жителей с февраля готовят агротехнологи в отапливаемых теплицах. Там, несмотря на все капризы природы, всегда нужная и комфортная для рассады температура и влажность. Насколько тяжелый этот труд? Сколько цветов украсят улицы Сургута уже через несколько недель? Во сколько бюджету обойдется это визуальное удовольствие? Как чувствуют себя тюльпаны на городских клумбах? И что предложат посадить на своих приусадебных участках дачникам? Внимание на экран. Весна в этом году поздняя. В 2023 примерно в это время уже черемуха цвела. А сейчас на некоторых дачных участках в тенистых местах еще снег лежит. Но уже через пару недель город преобразится до неузнаваемости и станет так долгожданно зеленее и ярче. Судя по предварительному прогнозу погоды, цветение черемухи надо будет подождать в Сургуте 2-3 недели. Примерно к тому же времени весна в нашем городе плавно перетечет в лето, начало которого из-за непрогретой почвы кажется будет чуть холоднее. Повлияет ли это на планы по озеленению города? Скорее нет, ведь отложить старт цветочного оформления могут только заморозки. Начинаем мы, как правило, после угрозы заморозков. Это в начале июня. Процесс посадки занимает около четырех недель. Это посадка на клумбах и установка вазонов вместе с цветами. Затем начинается уход за цветами. Он дрится до конца сентября. После чего цветы из города убираются. С началом заморозков, когда уже нет вида. В этом году власти Сургута заказали у подрядчика 400 тысяч однолетних цветков. Это примерно на 5% больше, чем высадили прошлым летом. Посеяли их еще в феврале и все эти месяцы пестовали, поливали, пикировали. Продолжают ухаживать за растениями и сейчас. Некоторым требуется прополка, чтобы сорняки не отнимали питательные вещества у цветов. Вся сложная работа от нуля и до того, чтобы вырастить. Надо посадить, надо землю подготовить, надо удобрить, надо посмотреть, чтобы температура хорошая была, влажность была. Тут процесс очень долгий. Сейчас в нескольких больших теплицах в одном из загородных дачных кооперативов весь муниципальный заказ из бархатцев, петуний, виолы, бегоний и других растений ожидает подходящих условий для пересадки в открытый грунт на улице Сургута. По контракту обозначена примерная дата – 8 июня. Из наиболее сложных в процессе всхожести и взращивания до первых листочков, наверное, это бегония, где мы с вами находимся. Потому что она самая капризная к температуре, самая капризная, наверное, и в уходе, и по всхожести тоже бывает, она не одинаково даже всходит. Нет таких цветов, которые посеял и забыл про них. В любом случае это нужно посеять, это нужна определенная температура при посеве. Затем это процесс пикировки, там тоже есть определенные потери, и не все хорошо переносят этот процесс. Поэтому нет такого цветка, который посеял и сказал, что вот этот будет хорошо расти. Мы используем массово однолетние растения, достаточно проверенные, конечно. У нас большое количество используется бархатцев, самый неприхотливый цветок. Бегония для цветочного оформления вазонов – это питунья. Так, достаточно, количество видов много, нельзя использовать один вид, да, или в приоритете какой-то вид, так как погодные условия могут подвести. Питунья не любит дожди, да, виола, засуху. Всего в этом году в городе разобьют 44 цветника, выполнят оформление более тысячи вазонов различных форм, горизонтальных и вертикальных. Самые крупные озелененные территории традиционно будут на транспортных развязках и видовых местах города. Среди них – кольцо проспектов Ленина и Мира, у Сити-центра, у Ярославны, вокруг памятника основателям Сургута. Там, к слову, самая большая клумба. На ее оформление уходит около 40 тысяч цветков. В этом году будут оформлены новые цветочные полосы. Это оформление перекрестков Энгельса-Гагарина, Ленина-Мира, Островского профсоюза и некоторые другие. При оформлении новых цветников, цветник был оформлен в прошлом году на Меликрама-Щепеткина, были высажены кустарники. В этом году многолетники к посадке не планируются. На кольце у памятника основателям Сургута пестрые узоры из однолетников появятся после того, как отцветут тюльпаны. Там они уже взошли, а подрядчики убрали зимний укровной слой из еловых и сосновых веток. На основателе, как правило, традиционная, она самая первая, там у нас проходит теплотрасса, и на основателе они уже взошли. Ну и всходят в процессе. Клумбы на воинах-интернационалистов там пока еще не взошли, и они будут чуть позже. А так по схожести, да, все хорошо. Кстати, сургутяне считают одними из самых красивых оформленных мест в летней декоративной концепции города как раз памятник основательным Сургута и проспект Мира. Хотела бы видеть сирене, наверное, больше, шиповника. У нас много во дворах не хватает озеленения, потому что сделали дороги, но мало цветов. Улица Мира красиво всегда сделана. А вот наше колечко мне нравится, там постоянно копошатся, ну, не знаю, красиво, мне нравится. Где-то весной в том году тюльпаны по всему кругу были, очень красиво было. Ну, как всегда, наши любимые тюльпаны весенние. Хотелось бы, конечно, в центре города, и как вот было по миру, где как раз мы проезжаем и видим, какая у нас тут красота в это время. Наверное, тюльпаны, как вот все время строили, ну, тут сажали точнее. Ну, и ромашки, тоже красивые цветы. Красиво в городе, цветов много. Ну, не знаю, у нас вроде на Ленина красиво, особенно вот на этих кольцах. На цветочное оформление города с учетом посадки и содержания клумб из тюльпанов будет потрачено 32 миллиона рублей. Себестоимость у северных цветов должна быть колоссальная. Помимо потерь при всхожести и пикировке, это еще и отопление в течение минимум трех месяцев, а также подсветка с февраля по апрель. Вы хотели петуню, Дмитрий. Смотрите, какая у нас красивая петуня. Очень красивый винный цвет. Только начинает зацветать, потому что у нас с вами еще зима. Это уже другой дачный кооператив. Кедровый-16, он в черте города. И здесь Ирина Бугаева с мужем уже более 15 лет занимаются рассадой. За это время сформирована клиентская база. Известны и предпочтения, причем не только местных садоводов. Мы живем только этими делами с конца февраля. Это как бы для этого мы тут выращиваем для вас красоту, чтобы вам было приятно. У нас управляющие компании города Лентор очень хорошо покупают. У нас есть организации в Сургуте, которые свою территорию озеленяют нашими цветочками. Они с нами сотрудничают достаточно много. В четырех теплицах растут 50 тысяч цветков. Это самые популярные бархатцы, петунии, календула, а также редкие биденс, тимофила, калибрахоа и другие. А помимо этого томаты, перцы, огурцы, кабачки, патиссоны, капуста и другие виды, причем не только овощей. Дачники любят помидоры, огурцы, кабачки, капусту, перец, баклажаны. Дачники любят у нас выращивать все. И с очень большим ассортиментом. То есть все дачники у нас сейчас очень продвинутые. Они хотят очень хороший урожай. Тыквы, арбузы. Растут? Растут. Ну, как бы, если вы за ними ухаживаете, растут. В этом году все пытаются выращивать виноград в нашем климате. Достижения свои садоводы получат шанс представить на городском смотре урожай года, будущей осенью, если что-то останется, поскольку говорят, что выращенное своими руками гораздо красивее и вкуснее магазинных товаров. Так, к слову, и с цветами. Они что на дачных участках, что на улицах города кажутся самые яркие. К слову, северные растения славятся своей стойкостью и красотой даже за пределами нашего региона. Их уже отправляли в Воронеж и Подмосковье. Дмитрий Круковец, Даниил Панков, Денис Зонов. Специально для программы новости «Главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин